Они все-таки едут в Горный. Кемерово, Томск, Москва, Новосибирск и, конечно, Алтайский край. Несмотря на режимы самоизоляции во многих регионах, отпуск на местах силы не забывают. Раньше, вероятно, привлекал и статус незараженного региона. Тем более, по пути можно остановиться, купить товары для здоровья. А продавцы соблюдают все требуемые меры безопасности. Дайте нам работу, и мы не будем стоять на рынке. Дайте нам пособие хотя бы на вот этот минимум. Да, чтобы нам отсидеть дома. Но очень сбавился, во-первых, поток. А если иссякнет и этот поток, то нам придется совсем плохо, потому что работы в деревне, вы сами понимаете, нет. И мы живем от того, что вот мы торгуем. Поэтому мы тоже все понимаем, но и нам тоже как бы, как без туристов-то. Предприниматели начинают внести серьезные убытки. Даже на подъездах к республике в самом Алтайском крае страдает бизнес, рассчитанный на заезжающих по дороге. Отдыхающие пока не переводятся. По словам самих местных жителей, вот эти домики до сих пор пользуются спросом. И сами туристы не скрывают, волнения и ограничений в республике мало. Ну, может быть, бы остались еще на Манджуроке, но в связи с этим принятием закона пришлось возвращаться. В целом там все спокойно и хорошо. Люди отдыхают, ездят, и нет вот такой какой-то паники. Но если это надо, и это вынужденная мера правительства, ну, значит, надо ребят соблюдать. Вероятно, теперь ребятам точно придется соблюдать. В регионе официально зафиксирован первый зараженный коронавирусом. Въезд не закроют, но меры ужесточат. Да и немногие, вероятно, захотят поехать. Ведь сегодня пришел конец рекламному ходу под названием «Оазис без коронавируса». Андрей Дриер, Евгений Андреев. День с толком.